Улиточка Накануне бывшая юнатка в преддверии летних каникул выходит на усиленный режим работы Традиционно естественно научный комплекс летом проводит ряд различных мероприятий Это и профильные летние палаточные лагеря, которые базируются во многих районах нашей области Затем это разработаны ряд экскурсий на территории естественно научного комплекса на Октябрьской 42, бывшая юнатка И у нас есть музей естественной истории на Нариманово 13, там тоже проводятся тематические экскурсии В летнее время в комплексе также начинается цикл мастер-классов Аптекарский огород, юный фермер, домик для улитки, микромир под микроскопом Дети в возрасте от 6 лет учатся правильно ухаживать и кормить домашних птиц, кроликов Высаживать полезные для здоровья растения, наблюдают за миром флоры и фауны под микроскопом За одно лето воспитанниками естественно научного комплекса становятся тысячи детей со всей области И кем бы они не мечтали стать, ребята с самого детства питают неподдельную любовь к природе Мы сегодня делали дом для улитки Гладили их и ласкали Кто-то даже забирает домой Я хожу сюда очень часто и я хожу даже когда один с друзьями Хожу смотреть тоже улиток, динозавров, смотрю кроликов Мне нравятся всякие животные и я буду ходить еще не раз и буду ходить пока не вырасту Мне нравится наблюдать за животными, за их образом жизни Я люблю животных, ну как Вика вот я бы хотела тоже иметь дома побольше животных В этом году в 410-летних детских оздоровительных лагерях, в том числе загородных и дневным пребыванием отдохнут порядка 60 тысяч детей Сейчас в учреждении Ходека завершаются все контрольно-проверочные работы Свои двери для первой смены они откроют уже 1 июня В регионе уделяется достаточно серьезное внимание безопасности детей в летний оздоровительный период Лично губернатор нашего региона Сергей Иванович Морозов под контролем держит этот вопрос Дал поручение в ежедневном режиме контролировать готовность лагерей к новому сезону Дал поручение закрепить кураторство за каждым лагерем из членов правительства и руководителей муниципальных образований Детский оздоровительный лагерь «Сосинка», который функционирует на базе санатория «Белый яр», в этом году получил второе дыхание Если раньше за все лето здесь могли отдохнуть и поправить здоровье лишь сотни школьников, то теперь лагерь может принять до 2000 мальчиков и девочек В детском оздоровительном лагере «Сосинка» в смену смогут отдыхать 500 детишек Для их проживания здесь подготовлено несколько типов зданий Вот, например, дачки. Так здесь принято называть 9 домиков, в каждом из которых по несколько комнат Игровая комната для проживания воспитателей и 6 для детей. Всего 8 комнат Также ребята разместят в нескольких кирпичных корпусах и трех длинных домах К приезду школьников здесь готовились основательно Сделали ремонт, полностью заменили сангруппу, закупили новые кровати, матрасы и тумбочки В целях безопасности установили 16 камер по периметру лагеря и построили новый забор вдоль береговой линии На территории лагеря «Сосинка» будет работать три профильных программы Значит, профильная программа цивилизации, профильная программа английский лагерь «Смарт Кэмп» И профильная программа «Айти Бэсик» – это изучение математики и информатики Во вторую смену мы ожидаем всероссийскую экологическую экспедицию Для нас это очень важный такой кредит доверия в новом этапе В домах, которые руководство лагеря специально не реконструировали, детей будут знакомить с культурой квестов «Сосинки» кроме интеллектуальной деятельности, ребята будут обогащаться кислородными коктейлями, фито-чаем, посещать селиную пещеру и учиться в скандинавской ходьбе Рина Талиулова, Юрий Конихин, Новости Ульяновской правды